Наконец-то в 4К разрешении, в самом меню, он не виснет. Всем привет, с вами Снег и это обзор Apple TV 4K 2021 Пользовался я предыдущим поколением 4К, брал я его на 64 гигабайта, потому что это была первая покупка Apple TV и я не знал для чего ему там нужна память. В конце концов я понял одно, что если вы смотрите фильмы и не закачиваете на саму приставку, то 32 гигабайта вам будет с головой достаточно. Поэтому новую приставку с обновленным пультом управления я брал на 32 гигабайта. Приставкой предыдущего поколения я пользуюсь уже около двух с половиной лет. Сначала я и пользовался на Full HD телевизоре и меня полностью все устроило, потом со временем я купил 4К телевизор и столкнулся с одной проблемой. Что? Именно сидя в меню, свайпая пультом, картинка чуть-чуть притормаживает. Ты свайпишь вниз, чтобы все пошло ниже, а это происходит с задержкой в секунду-две и ты это ощущаешь. На Full HD телевизоре это работает без проблем. Саму приставку они особо не обновляли, она осталась такой же самой, они изменили ей только процессор. И в принципе этого процессора ей достаточно. Новая приставка отлично себя показывает на 4К телевизорах, ничего не тормозит, все идет плавно. И когда ты нажимаешь вниз, она берет и нажимает вниз, без каких-либо задержек. Конечно просмотр фильмов, что на старой приставке, что на новой особо не изменился. Он такой же хороший, он такой же плавный, ничего не тормозит. Тормозило в предыдущей приставке именно меню и именно после глобального обновления, когда они полностью изменили вид Apple TV. С пультом ситуация такая, он стеклянный и постоянно на нем остаются отпечатки. Это меня тоже немножечко раздражало и я очень рад тому, что они сделали алюминиевый пульт управления. Он больше не пачкается, он в размерах стал чуть-чуть больше и лучше лежит в руке. Поэтому обновленным пультом я доволен. Насколько я знаю, этот пульт можно отдельно купить и подсоединить к предыдущего поколения приставки. Но я именно ждал приставку с улучшенным процессором. Предыдущую приставку я поставил в спальню, там Full HD телевизор и там она работает без каких-либо проблем. В гостиной же стоит 4K телевизор и там я поставил новую приставку. И очень классная вещь. Привет, Сири, включить телевизор. Хорошо, в какой комнате? Гостиная, спальня или везде? Отмена. Хорошо. Классная вещь, вы можете или одновременно выключить все телевизоры, или включить тот телевизор, который вам нужен. Я обожаю Apple TV тем, что когда ты включаешь Apple TV, он автоматически включает телевизор и колонки, которые подключены к телевизору. И управляется все это одним пультом. Выключаете приставку и также все выключается. Меня на новом пульте порадовала кнопка включения и выключения, потому что в старом, раньше до обновления, были задействованы все кнопки. Я мог нажать любую кнопку и от этого включалась приставка. Это было очень раздражительно, когда особенно ты чистил пульт. Потом это они перенесли на две верхние кнопки. Теперь ты мог спокойно чистить пульт, задевая кнопки увеличения и уменьшения громкости, к примеру. И из-за этого приставка не включалась. Но теперь они сделали отдельную кнопку включения. Я этому очень рад. Она удобная, она находится в самом верху, четко работает. Конечно же приставка у нас поставляется, как обычно. Сама приставка, пульт управления и кабель питания. Кабель не изменился, остался таким же самым. Приставка в размерах осталась идентичная. По весу она тоже осталась такой же самой. В комплекте у нас идут наклеечки. Салфанчик, в котором лежит сам пульт управления. Мы понимаем, что он сделан из переработанного материала. Все-таки экология. Но слава богу, что тут нам не надо покупать кабель питания отдельно. Смотрю я фильмы как и на самой приставке, так и через сторонние аппликации. Также я использую от АТ-плеер, чтобы смотреть телевидение. Потому что я нахожусь в Германии и смотрю русское телевидение. Приставка работает без нареканий. Я доволен обновлением. Цену они оставили такую же самую. 32 гигабайта стоит 199 евро. И 219 евро мы платим за 64 гигабайта. Если у вас плохой интернет и вы скачиваете фильмы на саму приставку, то я конечно же советую брать 64 гигабайта. Или вы используете игры. Или много разных программ устанавливаете на саму приставку. Я пользуюсь функциями самой приставки. Устанавливаю парочку сторонних аппликаций, чтобы смотреть сериалы, фильмы и телевидение. И мне в принципе 32 гигабайта полностью хватает. В прошлом поколении приставки у нас у пульта был гироскоп. К этой же приставке мы можем отдельно подключить контроллер от пятого PlayStation, DualSense 5. Или же DualShock 4 от четвертой PlayStation. Может быть поэтому они убрали все гироскопы из пульта. Потому что раньше они позиционировали пульт как геймпад, чтобы играть игры. Сейчас это именно пульт управления. Также на самой коробке мы видим, что мы можем подключать айрподы. Нового же поколения айрпод про и айрпод макс работают совсем по другому. У них есть 3д позиционирование звука. Если вы смотрите кино и поворачиваете голову, то звук у вас остается именно там, где у вас телевизор. В кино может быть эта вещь интересна. Но как я уже говорил про 3д позиционирование звука в видео про наушники, по мне так вещь только для баловства. Если у вас есть Apple TV предыдущего поколения, и у вас в принципе он устраивает как он работает, менять я вам в принципе не советую. Если же у вас была проблема как у меня, что немножечко поддормаживало само меню, и вы хотели чтобы это было более плавно, и вас немножечко раздражает пульт, то конечно же можете покупать. Если у вас Apple TV третьего поколения или еще старее, то я очень рекомендую к покупке нового Apple TV. Пульт управления они сделали очень удобным. На ближайшие пару лет этой приставки не хватит с головой. Поэтому я надеюсь, что вам понравился обзор. Поэтому если ты еще не подписан на канал, то обязательно подпишись на канал, поставь лайк этому видео, напиши в комментариях, что ты думаешь об Apple TV, и также репостни это видео в социальных сетях. С вами был Снег, до скорых встреч! Моя посылочка с Алиэкспрессо, я ее жду уже давно. Моя очередь должна на грани стресса, но и на наши чувства все равно. Субтитры сделал DimaTorzok